Куда пошла? Ребятки, только пришел и вот выгнал утку. Лазят в гнезда, прям не нарадуются от того, насколько это классно теперь нестись в гнездах. И я вам вчера обещал показать гранулу, и гранулу сейчас покажу, потому что это прям моя радость и моё счастье, по-другому не скажу. Вот я вчера намастил здесь 10 гнезд, и все нижние 6 гнезд, то есть вот эти 5 и вот это вот 6. утки начали использовать. Пока несутся крякающие утки, и во всех гнездах есть яйца. Не думайте, что я их туда наложил, наклал, я не знаю, потому что утки несут нереально много яиц. Вот это вчерашние, и это те, которые у мулардихи забрал, в общем, и сейчас мы с вами соберем то, что нанесли сегодня. Помимо этих гнезд еще утки разбрасывают яйца по двору, и яиц на данный момент очень много. То есть как бы утки занимают все гнезда. Вот так. И это все крякалки, потому что у мускусных уток яйцо не такое. Сверху пока никто не облюбовал. Так, это тоже крякалки. И это тоже крякалка. А вот здесь несется мускусная утка. И должна была... Вот, да, это мускусное утки яйцо. Посмотрите, даже по форме можно отличить. У мускусной утки яйцо более круглое. Ну, вот так. Вот, видите, вот это мускусное. Это от какой-то крякающей утки. Голубых яиц от бегунков я пока не встречал. То яйцо, которое выглядело таким залубеньким отливом, то яйцо просто прошлогоднее, оно порчено. Его нужно выкинуть. В общем, вот так несутся утки. Еще раз повторюсь, и по двору собирал. И красота, в общем. Ребятки, я все никак не нахвастаюсь своим ранулятором, который у меня есть, на котором не я работаю. Но ладно, идите, не орите. На котором работаю не я. Щокнутые. А у меня человек на нем работает. Но, знаете, они пока боятся. То есть он пока боится работать на нем сам. И вся гранула, которую мы сделали, мы сделали вместе. То есть только что приготовили уже гранулу по рецепту. По рецепту для свиноматок, который мне дал Сергей Шалудько. Я не стал искать нигде никаких рецептов, никаких составляющих для гранулы. Я написал конкретно Сергею Шалудько. Сергей, большое тебе спасибо. Еще мне нужно теперь гранула. Состав комбикорма для несушки. Так как сезон уже близится к закладке, нужно будет закладывать куриное яйцо на инкубацию. А у меня курии несутся не очень. Поэтому будь добр, пожалуйста, пришли мне на Viber. Также сфотографируй. Корм для курицы несушки. В общем, ссылку на канал Сереги. Серег, большое тебе спасибо. Ты знаешь, ты как волшебного пендаля мне даешь. Конечно, это все происходит в моей ситуации очень медленно. Я очень медленно решаюсь на что-то новенькое. И это длилось очень долго на самом деле. Но сейчас я очень доволен тем, что у меня есть гранулятор. Мне теперь хочется загранулировать все, что есть. И всех кормить гранулированным кормом. У меня ГКМ-260 от Техномашстрой. Я уже много раз рассказывал, показывал. И еще вам его сто раз покажу. Мне нравится кормить гранулой. Мне кажется, сейчас поросята мои будут расти на дрожжах. Как на дрожжах. А вы тоже за этим понаблюдаете. Потому что я снимаю ролики каждый день. У меня есть поросята разных пород, разных возрастов, разных размеров, в разных положениях. То есть есть маленькие на откорме, есть супоростные свиноматки. Есть кнур кастрированный, не кастрированный. Так, не вылазь психованная. И вы все увидите своими глазами, насколько лучше они будут расти или хуже, используя гранулированный корм. Только что, еще раз повторюсь, награнулирован корм для свиноматок. Всем он нравится. Я всем насыпал. Все едят. В общем, я очень доволен. Еще награнулировал. Съела. Вот смотрите, все съела. Я пытаюсь ей сыпать понемножку, по одному там ковшу. Вот это грануло. Награнулировали. Нет-нет, девчуль, ты не выходишь. Нет-нет-нет. Награнулировали только что 50 килограмм. То есть немного. На полпорции просто. Потому что уже день рабочий заканчивался. И мне человека нужно было отпускать домой. Вот смотрите, свинка кушает. Я ей налил воды. Она попила. Сейчас насыпал гранулы. Это уже третий ковш. И она с удовольствием его съедает. Я не хочу сыпать много, потому что мне нужно, чтобы она все выела. А я ей потом налью воды. Чтобы как бы она ела неразваленную гранулу. Насыпал этим обормотом гранулу. Они тоже с удовольствием все ели. Сейчас мне нужно у них почистить. Я еще не чистил сегодня. Вот видите, покормил пораньше. Сейчас 5 часов. И я уже всех покормил. На грануле... Ну, то есть когда мы притирали матрицу. А потом просто пытались делать гранулу из того, из чего попало. Одна гранула у меня есть надрублена. Вот это мы просто притирали матрицу. Без БМВДшки. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Потом мы пропустили через гранулятор мешок чистой ячменя. То есть гранулятор берет все. То есть красота. Это значит, что матрица притерлась. Но все равно Серега меня инструктирует по полной. То есть мы с ним созваниваемся каждый день. И он мне рассказывает, что да как. И в общем, по его инструкциям... На самом деле гранулятор это не сложная штука. Но нужно к ней приловчиться. По Серегиным инструкциям я уже, можно сказать, спец. В этом там ничего сложного. Сегодня опять литролом... Вот туда, куда надо литролом надавили. Со шприца. Я не знаю, как это все правильно называется. Это не мое. И работали. То есть красота. Ссылку на канал Сереги я оставлю вам в описании. Ссылку на гранулятор ГКМ-260, как у меня. Ну вообще на сайт, где вы можете посмотреть этот гранулятор. Узнать, сколько он стоит. И посмотреть, есть там поменьше, побольше грануляторы. И другая есть техника. То есть и нарезки, и смесители, и дровоколы. Все, что хотите. В общем, очень интересно. Я уверен, что у меня будет еще техника от этого предприятия. Но это будет в дальнейшем. Сейчас я очень доволен гранулятором. Правда. На самом деле, это все затянулось очень сильно. Так как я говорил, что я его возьму, как только отлучу поросят от скумбрии. А поросятам скумбрии уже давным-давно не один месяц. Ей уже скоро поросится в следующий раз. Но медленно. Но я иду шажками вперед к лучшим на самом деле. И еще сегодня хорошее событие. Продал еще два поросенка. Смотрите. Дал я объявление в газету уже не первый раз. Никто не звонил никогда. То есть, в те недели, когда было объявление, никто не звонил. На этой неделе... А что ты там тянукаешь? На этой неделе вышло объявление тоже, как и всегда, в четверг. Да, получается, на той неделе. Сегодня уже среда. Позвонило всего два человека. Две бабушки. И обе бабушки купили. Одну я отвез на меловую. Вика. Вика мы с ней списались в инстаграме. Она не по объявлению. Так как она эту газету и не видела. То есть, три взяла Вика. Два взяла бабушка. Одна. И сегодня отвез еще одной бабушке два кабанчика. Так что у меня осталось из вьетнамцев здесь всего две вот те свинки. Даже если кто-то будет звонить и говорить, ой, два, это перебранные. На самом деле, ребятки, их было всего две свинки. Так что сказать, что это остались, типа, остатки сладкие, самые плохие или слабые, нельзя. Потому что то были кабанчики, а это две свинки. Они крупнее даже некоторых кабанчиков. Очень хорошие две девчули. По 600 гривен. Я думаю, что я их тоже продам. Ну, посмотрим, кто может еще позвонит. Насыпал гранулу и этим вот пупсенышам. Тоже едят, учатся, приучаются к новому корму. Я думаю, что в дальнейшем сделаю еще поилки. Ниппельные вот для свиней. Как и у брата моего, и у Сереги. Вот и Леха сделал на самом деле. Ну, а я всегда пасу задних, потому что... Потому что, потому что, ребят, в общем, хороший сегодня продуктивный день. Еще я купил сегодня весы 300 килограммовые. Туда для приготовления, ну, то есть, гранулы. Я вам все засниму, покажу. Будем делать завтра гранулу для несушки. Сделаем еще гранулу для свиноматок. И сделаю гранулу от корм поросят от 30 килограмм и старше. Это вот как эти мои поросята. Все, будем подписывать мешки. И буду подписывать маркером, где для кого. И все, ничего не буду путать. Уже сюда не буду возить цельное зерно, только гранулу. Но еще мне нужно приучить утку кушать гранулу. Только что ей насыпал вот дроблено... Ну, то есть, гранулированная чменя. Они не хотят есть. Поэтому вот такие дела. С весами произошло небольшое приключение. В общем, привез весы. Стою на весы, а они показывают на 7 килограмм меньше. А мне нужно было опять съездить в Балаклей. Там на вот эту масленку нужно... В общем, на масленку не одевалась шланга со шприца. Что-то там насадка была сломана. И, в общем, я поехал покупать новую шлангу на шприц. Ну, вот для вдавливания вот этого же литола во все отверстия. В масленке вот эти. И отвез назад веса. У них в магазине были еще одни веса такие же. Говорю, эти показывают на 7 килограмм меньше. Стал на те веса, а те веса показывают на 7 килограмм больше. Я думаю, что-то непонятно. В общем, кумекали мы кумекали придумали, что вот эти блоки, которые... Ну, вот экран весь вот этот, я вам покажу. Просто они поменялись местами. Так как веса сделаны, мне кажется, каждый под свое. И, в общем, поменяли вот эти просто блоки, вот эти, где цифры и табло. И весы стали показывать нормально. Так что, вот такие дела. Все. Теперь я уже с Серегой договорился, буду заказывать уже не БМВД, а премикс. Ну, не то, что договорился, а пообсуждали этот вопрос. И теперь я закажу премикс, и мне нужно найти соевую макуху. Леша где-то там брал, и мне взял. У меня там мешок стоит. Так что, буду начинать производить комбикорм уже, ну, то есть, качественный, сбалансированный. Он такой пахучий, то есть, он прошел термообработку. И хоть бери, сам ешь. Знаете, похоже на макароны. Заправить сейчас чем-то, берешь и кушай. В общем, вот такая красота, ребята. Простите за такой ролик разговорный, но вы все равно должны это все знать, потому что вопросы задаете. Я все равно, ну, то есть, вы задаете мне вопросы, о чем только не придумаете. Поэтому я стараюсь осветить все вопросы, касающиеся моих животных, чтобы вопросов было меньше. Конечно, все равно они будут, но вот такие дела. Вон, две свинки. Кому нужно, звоните. У одной 12 сосков, вроде у серенькой, а у черненькой 10. Черненькая, конечно, на свинку не очень, но, может, кому-то надо просто на мясо. Вот звоните и забирайте. Совсем скоро, через три недельки, будут сюда заселяться новые поросята. Еще вот хотел спросить. Вы мне пишите, сегодня откручу доску, так как уже поросят мало. И, скорее всего, шишку, шишку и мышку тоже пересажу сюда. Здесь посвободней. Эти поросята от обычных свиней, они большие вот эти и чокнутые. А вот эту шишку и вот эту девочку-мышку нужно будет тоже туда посадить. Мне кажется, там им будет получше. А эти обормоты останутся здесь. Их шесть штук. И, я не знаю, может, неделя-две. И кабанчика я точно что-то с ним сделаю или сдам. Я сейчас о карбюраторе. Гляньте, это мама кидается на свою дочу. Вот вам и любовь. Скажи, забрали, все, до свидания. Я вас не знаю. О, видите, видите, как ведет себя. Не огрызайся, толстуха. Смотрите, все съела. Сколько я ей буду досыпать. Так как это свиноматка, я ей всегда даю столько, сколько им хочется. Сейчас я еще отнесу тем двум девочкам. Нет, ты не выходишь. Секунду. Нет, нет, не выходи. Нет, нет. Нет, нет, оставайся. Вот так. Девки, кыш. Так, вас нужно загнать. Смотрите, нечищено сегодня. Ну, с утра уже вечер. И вот здесь такая грязь. Нужно сейчас будет все здесь повычищать. Подстелить те свинюшки. Кыш, кыш, кыш. Ну, детки. Кыш, кыш, кыш. А ну, назад. Назад, назад, назад. Кыш, кыш, давай. Все назад. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, иди. Еще хочу с вами поговорить по поводу, например, ну, какой-то бракованности свинок. Потому что я вам показываю, например, вот шишку. Вы пишете, ой, она такая хорошая, ей можно сделать операцию. Кому угодно можно сделать операцию. Но если у нее такой брак, зачем она мне на свиноматку? Если у этой свинки попочная грыжа, зачем мне бракованная свинка на свиноматку, ребят? Можно сделать операцию, это простая операция. Но мне такая свинка на свиноматку не нужна. Она уйдет на мясо. Потому что на свиноматок нужно отбирать качественный, ну, то есть, молоднячок. Поэтому, поэтому вот такие дела. Съела? Ну, все, не ори, сейчас дам. На, психопатушка. На. На. И ты орешь. Детятка. На, психованная. Смотрите, все поели. О, красавишны будете. Толстые к моменту опороса. Да, красоточки. А вот этим двоим обормотом я вот насыпал без БМВД. То есть, я им и дробленку давал без БМВД. Они уже большие, но им не надо. Я им насыпал вот эту дробленую кукурузу, пшеницу, ячмень. То, что у меня стоит в бочке. И этому тоже. Вон, ты не доел. Иди еще доедай. Давай, Бармотина, доедай. Так что вот такие дела. Сейчас буду чистить в клетках у кролика. Вы мне пишите, почему я не показываю кроликов. Ребят, день пролазил, день прошел. Меня нет на хозяйстве. Я вам об этом говорю по выходным. И в темноте я вам их снимать не буду. Сейчас почищу клетки. Насыплю им соломы. То есть, сено свеженького. Насыплю им ячменя. Хотя, в дальнейшем тоже, думаю, возможно, им буду тоже делать гранулу. Ну, не из травы, а просто гранулировать ячмень. И пшеницу, и кукурузу. Понемножку, чтобы оно все было цельное. И они ели именно так. Хочу всех, 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 всех перевести на гранулу. И теперь, когда у меня есть гранулятор, я теперь хочу бройлер купить. Потому что покупать коем для бройлера дорого. А сделать самому это не так дорого. Я вам потом все расскажу, покажу. Так что кролики будут или завтра, послезавтра, или к выходным. Крольчихи погуляны. Уже неделя прошла. Их нужно повторно пустить к самцу, чтобы закрепить сукрольность. Но у меня пока не получается это сделать днем. Подождите, я вам все обязательно покажу. Но пока это не получается. В общем, буду чистить, убирать, кормить. И обязательно вам еще что-то засниму. Вот такой ролик. В общем, я очень доволен тем, что сейчас происходит. На самом деле, гранулятор вроде одна такая вещь. Но очень-очень улучшит качество кормления всех животных. Полностью всех. Это вообще красота. Правда. Пахнет фантастика. Ой, я прям не могу. Хоть бери сам кушай, ребятки. Ну правда. Это красота. Все рассыпается после гранулирования. Ну, то есть на бигбеге, на расстеленной вы видели. И сушится. Стол будет не торопить у меня. Все будет, все будет. Все будет, да, ребятки? Кушайте. Сейчас и у вас почищу. Сейчас. Сейчас почищу, красавчики. Вьетнамчики заскучали, скажи. Всех раздали. Нас осталось двое. Ну, ребят, это все нужно делать. Потому что только продам эти. Сейчас неделя-две. И опять этот загончик будет полон. Вот так. Сейчас вот эту гранулу еще отнесу. На тот двор свинюшкам там еще не давал. Кстати, курам тоже. Курам дал вот только что гранулированный ячмень отдельно. То есть я смешал вот вместе с этим и дал. Курам очень нравится гранула. Будем смотреть, как они будут расти на ней. Да, девчатки? Да, скажи. Страшный я человек. Только пришел, кого-то забрал. Пришел, кого-то забрал. Что за жизнь, да? Девки. Ну, вы точно остаетесь беленькие. Маночка, овсяночка. Вы точно остаетесь. Так что вот такие вот дела. Все, ребятки. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.